Жители села Визовка Татечевского района Саратовской области стоят перед дилеммой, радоваться ли им, что снег не убирают, или, соответственно, возмущаться. Дело в том, что там уже неделю нет воды, и жители вынуждены топить снег, чтобы ее добыть. В социальной сети разместили сообщение, жалобу о том, что на квартирный дом 61 по улице Пролетарской, значит, вот он находится без воды, и дороги до нее не добраться, потому что, соответственно, из-за оттепеля не проехать ни на кроссовере, ни на внедорожнике. Машина, которая должна привезти воду, тоже отказывается подъехать, так как не расчищена. Чиновники дают только обещание, по факту они топят снег, на родник тоже не могут проехать, дойти пешком на родник невозможно, до него 4 километра. Школа, которая также на этой линии, тоже осталась без воды. Как бы это жестко ни звучало, жители данного дома и территории, которые столкнулись с такой же проблемой, это расплата за то, что вы и мы все политикой не интересуемся. Это мы виноваты, что мы своим молчанием, своим бездействием позволили прийти к власти людям, которые плевать хотели на наши проблемы. Я, собственно, джетатический район, это район моей Саратовской области, где находится Таманская дивизия. Вы понимаете, просто это военные, это очень серьезные люди, которые махнули и забили на политику и сказали, что им сто лет в обед, нам всем это неинтересно. А там с другой стороны, которые хотели, чтобы люди так относились к политике, не понимали, к чему это приведет, потирают руки, и они приходят к власти. И, я вас уверяю, там будет по документам проходить, что там каждый час, наверное, эту дорогу чистят. И деньги подрядной организации выделят на это с лихвой. Но люди будут страдать. Ну, представьте, 21 век, воды нету, топят снег, чтобы пить. Снег топят. Я не знаю, с точки зрения экологии, насколько эта ситуация безопасна. Я-то уверен, что это неприемлемо абсолютно. Ну, по соседству с Таманской ракетной дивизией, я думаю, там... Да, большая дискуссия, большую дискуссию можно развить на этой теме. Те, кто гипотетически, может быть, не страдают сами от этой проблемы, но знают таких людей или живут неподалеку, что есть населенные пункты или дома, или, я не знаю, жилые массивы, которые страдают, у них нет ни воды, ни канализации, ни отопления, они лишены просто благ. Донесите мысль до этих людей, что будет только хуже, что денег в бюджете вот так вот просто, бесконечно хватит на решение всех этих проблем. Но власть не будет тратить на это, пока не будет, собственно, бояться и уважать собственных граждан. А будет уважать лишь в одном случае, если люди будут объединены, если люди будут готовы за себя постоять, только лишь когда власть почувствует это, моментально изменится отношение. Засыпят деньгами и решат любую проблему. У них десятки триллионов рублей наших без дела лежат. Правительство просто на них сидит. Но поскольку люди разрознены и на политику машут рукой, они говорят, а почему бы нам не сократить расходы на здравоохранение? Мы в Татическом районе делали сюжет, как там работают станции скорой помощи. Посмотрите, водители за свои деньги покупают старые колеса на машину скорой помощи, потому что просто денег нет в их медицинских учреждениях, им просто отказываются эти колеса новые покупать. И они идут, старые покрышки где-то покупают, черт его знает, доедут они и не доедут на запчастях, значит, поддержанных, изношенных, которые тоже за свой счет берут. Но если люди терпят, а почему нет-то? Они эти деньги сэкономленные, себе на зарплаты пустят. Чтобы вы понимали, у этих граждан нет питьевой воды, а зарплата губернатора в этот год увеличилась на 70%. Вы представляете, что такое 70%? Когда их зарплата, это же просто безумие, они отличаются, кратно отличаются от того, что получают наши граждане. Поэтому наша задача, как сознательной, прогрессивной части общества, разговаривать с этими людьми и объяснять им, что никто за нас эту проблему не решит, мы никому не нужны. Там наверху руки потирают, мы снижаем нагрузку на почву. Меньше недовольных будет. А зачем? Зачем власти, такое большое население внутри Российской Федерации? Просто для чего? Какая цель-то? Производства нету, экономики нету, только нефтегазовые отрасли и какие-то смежные отрасли. Или исключение какая-то перерабатывающая промышленность, которая выгодна экономически развитым странам. По типу химической промышленности, которая очень вредна и которая не позволит местное население построить у них в Европе такие заводы, потому что просто будут митинги стихийные, противостоять люди это будут. А здесь, ну что, страны третьего мира, там вот давай строить, продукцию просто оттуда забирать, а местные, ну ничего, там онкология, может не все выживут, но ничего, потерпят. Поэтому мы должны увидеть причину этих проблем. Почему 21 век, почему богатейший регион, почему нефть, газ здесь добывают, а воды у людей нету и дороги не чистятся. Ну понятно почему. Потому что все это богатство не по нашу с вами честь. И спросить с чиновников, которые так думают, только мы можем. А спросить можно будет только в одном случае, если люди объединятся. Сейчас для тактического района, последняя новость, информация. После того, как они присоединили Саратский район к муниципальному образованию города Саратов, следующие они будут присоединить в ваш район. Ну там может отдельные территории, не все с этим столкнутся. Но по слухам информация уходит такая. Хотя ехать 30 километров дотуда, просто какой город Саратов, просто 30 километров, это же просто безумие какое-то. А они на это пойдут. Почему? Потому что им нужно создать видимость, что численность населения растет. Любыми путями. Хотя она снижается, катастрофично падает. Не первый год.